В 1923 году выступает под номером 13. По очень интересной истории, классный автомобиль принадлежал известному гангстеру Альсадоне. Человеку очень хорошо известны и только в Америке, но и за ее пределами. По известной легенде она рассказывает о том, что Алька Томмер в 30-х годах уже содержался в государственной территории Соединенных Штатов Америки, обвиненный в местных преступлениях. Он замыслил себе побег при транспортировке в тюрьму Алька Трак и как раз в связи с этим часть своего имущества решил перевезти Великобританию. Среди этого имущества был отправлен этот Трайслер. Английские объединенные установки арестовали эту автоматику и продали саустону. В 1975 году Трайслер 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 был экспонатом музея на колесах в Булье Великобритании, а сейчас принадлежит коллекционеру из Эстонии. Рай Воханус обладает весьма солидной коллекцией автомобилей 20-30-х годов, но это безусловно изюминка. Изюминка его коллекции. Трайслер 1933 года своим ходом пришел из Далека Эстонии. И этот автомобиль без глотаемопрестивный возраст на привыкновении в ШССР может проделать скорость, значительно превышающая 100 км в час. Именно с такой скоростью. И ехал сюда Раймонд Хал для следователя, для участия в фестивале «Голотая Триньцерия» и «Гверка». Ты видел, Герем? Голодец. Ты видел? Ты видел, Герем? А пока готовится следующий экипаж, мы можем поприветствовать аплодисментами автомобиль. Автомобиль Райслер 1933 года. Следующий участник номер 15 Раймонд Чармс за рулем этого автомобиля. На нем наступает гость из Эстонии. Автомобиль. Автомобиль называется «Судоветер Каманда Сык». Автомобиль. Автомобиль. Вот это, что нравится. Автомобиль. Автомобиль. Вы как раз можете смотреть за элегантными движениями на площадке, которые демонстрируют нам «Сваджер». Можете подойти и ощутить. Двигатель работает абсолютно бесшумно. Шестицилиндровый двигатель.